То есть есть стихи, которых нет в интернете, которые еще никто не читал. Тут, получается, вы знаете, там уже по первую-вторую, потом есть третья. Как раз она их объединяет, и тот, кто знает третью, тот поймет, откуда выделить первую-вторую. Как бы так? Это знаете, как, допустим, Пейтман, Бэтмен и Робин вышли, а потом Бэтмен начало. И такой уж вот, какое начало, как это все начиналось, так же и здесь. Так у меня получилось, что первая ода – это окончание, вторая – середина, третья – это как финал идет, оно как начало. Вот, так взмутило. Материальность книги. Ты хочешь почитать стихи? Найти себя и раствориться, где в каждой строчке так легкий, и там, и тут сюжет творится. Почувствовать ту нежность из глубин, где автор собирает с Абинфриги, как много собирается картин, но самое заветное лишь книги. Почувствовать обложку и принять не эта электронная записка, где книгу даже можно приобнять, глаза предохраняя без риска. Тот запах типографии чернил, почувствовать сам шелест оборота, где книгу почитал и сохранил. Сеть не искать, терзая снова бота. Стихи примерить и принять, прожить героем этих строчек, поэт-психолог, так понять, без многоточия и точек. Поэтому я люблю печатные издания, потому что, действительно, их можно полюбать. Вот реально, реально пахнет новизной, прям. Я вот буквально только распаковал перед переездом. Красота вообще, прям чувствую себя уже. Даже сам езжу, что я содержу свои собственные книги. К толку дойти, тот мальчишка, да, вот 8 лет, да, и вот я здесь, сейчас, 18-пус. Так, а тут как раз город романтиков про Карпинск. Ну, родный город. Карпинск, он как город хороший, простая доступность лесов. Для родины в памяти лучше, романтика в нем из основ. Уходит в лета, перемены, природа свое заперед. Путь в горы, не вижу проблемы, навстречу с закатом, вперед. Потрогать руками за небо, войти по горам в облака. Где камни, природное лего, всю область взирать свысока. Рыбалка, охота, походы. Вся живность буквально кишит. Мы видели все переходы. Уральские горы, как щит. Все близко, что можно кататься. За день все места посетить. В Карпинском так сложно расстаться. Уехать и вновь посетить. Добыча угля на разрезах. Порода, известных камней. Мы видим буквально на срезах. Музей – это кладезь всех дней. Поставки и в Африку тоже. Как генератор, так насос. Когда я был еще моложе, наш город всюду делал спрос. Мы пряли хлопок на индустрию, давали новые листа. Шахтерский город внес стихию, начать все с чистого листа. Был пивзавод, ну точно замок, а также фабрик и текстиль. Карпинск мешал себя без рамок людей, тот ищет в жизни стиль. Свои поля и огороды, ангары крупного скота. Но эта капля без природы в Карпинске жить была мечта. Пройдут года, и ты вернешься. Но на просторы не смотри. Вот так приставь сейчас, проснешься где-то в горах, избы внутри. Карпинс стоять и прежде будет. Как для романтиков созыв. Кто побывал, тот не забудет. Как заглянуть с горы в обрыв. Ну реально, на Вальсе гора, это реально красиво. Тогда еще повезло, это было 9 мая 2020 года, да. И буквально сейчас прошел, дорогу закрыли, так что я попал в дачу. Но поднялся наверх, погода идеальная, ветра нет. Я стою такое и просто наслаждаюсь, там реально так высоко. А если рядом еще есть Канжаковский камень, если туда подняться, там реально можно потрогать облака, насколько высота. Если получается, первая у нас 1305, та еще лучше около двух. О, кстати.